Привет друзья, ставим лайк и поехали. Мне рожать через несколько дней, для постраховки муж привез меня в больницу. Моя соседка по палате оказалась очень тихой, практически все время лежала, поднималась с кровати, только справить нужду. Никаких капельниц той девушке не ставили, лекарств также не назначали. Однажды к нам в палату сестричка вкатила аппарат УЗИ, следом направлялся наш врач, вид у него был не самый радушный. Ну что, проверим, обратился он к моей соседке. Та побледнела и кивнула. С напряженным видом поводил по животу и изрек, один и один миллиметр. Я ничего не понимала и смотрела на соседку, а та побледнела еще сильнее, но воинственно сжала губы. Я не буду, Петр Николаевич. Семенова, нахмурился врач. Что еще за детский сад? Буду, не буду. Я тебя предупреждал, что если твой рубец разойдется, ты умрешь. Предупреждал или нет? Предупреждали, Петр Николаевич. Едва прошептала Наталья бледными губами. Когда гинеколог ушел, моя бедная соседка бросилась в плач. Разумеется, я кинулась ее утешать. Как оказалось, эта беременность у Наташи уже четвертая по счету. Две предыдущие закончились экстренным кесаревым сечением на сроках 30-32 недели. Дети рождались слабенькими и не могли выжить. Еще одна беременность была внематочной. В этот раз забеременеть удалось чудом. Помогли долгие молитвы и поездки по святым местам. Но только рубец от кесаревых сечений был очень-очень тонкий. Чуть больше миллиметра отделяло малыша от внешнего мира. Доктора забили тревогу и настаивали на хирургическом вмешательстве. Хрупкая Наталья сжимала зубы и отказывалась, стойко вылеживая все 9 месяцев. Говорят, что если шоф разойдется, то есть всего несколько минут на спасение матери, шепотом глубокой ночью, объясняла мне Наташа. О сыне речи не идет. Но мне бы доносить его еще совсем немножко. Ну хотя бы до 35-й недели, плакала соседка. На 12-й день после обеда Наташа поморщилась. Что-то режет внизу живота. Я мигом побежала на пост в прямом смысле, роняя тапки. Уже через 2 минуты Наталью мчали в операционную. На ходу в это же время втыкая капельницы и чем-то обмазывая. Я подошла к кровати Наташи и достала из-под ее подушки икону. Помоги, прошу. Ну пожалуйста. Сквозь слезы просила я. На следующее утро я с нетерпением ждала обхода. Доктор, ну как там Наташа? Грозный врач посмотрел на меня и растекся в улыбке. Операция была сложная. Рубец прям под руками сам расходился. Только что в обычную палату перевели. А сынок ее молодец, дышит сам, осваивается. Жить будет. Когда врач вышел, я снова подошла к Наташкиной иконе и шепотом сказала. Спасибо. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok